Несение креста Восхождение на Голгофу Работа Иеронима Босха Ранее датировавшаяся 1480 годом Затем периодом с 1490 по 1500 год Благодаря современным гидрохронологическим исследованиям Называют дату около 1500 года Это двусторонняя доска На одной стороне которой изображен ребенок с ходунками А на другой собственно несение креста Эта доска сама по себе была левой створкой Несохранившегося триптиха Скорее всего центральная часть его изображала распятие креста А правая либо снятие с креста Либо оплакивание Либо, что еще более вероятно, положение вокруг Существует также предположение, что верхняя часть работы сильно срезана Она была выкуплена в свое время у амстердамского торговца Предметами искусства Жака Гудстекера И попала в музей истории искусств в 1923 году Имеется еще две работы Босха с таким же названием Одна находится в музее изящных искусств Гента Другая в королевском дворце Мадрида В несении креста созданы два параллельных плана Расположенных один над другим Духу и стилю старинных миниатюр соответствуют Как обычно, высокая линия горизонта И отсутствие глубины на среднем плане С использованием теплых тонов Изображена фигура Христа, несущего Т-образный крест На ногах Христа – дощечки с иступающими гвоздями Которые использовали как орудие пытки Это орудие пытки вплоть до середины XVI века Часто появлялось на картинах нидерландских мастеров Христос с этими дощечками При каждом шаге впивающимися гвоздями ему в ноги Сгибается под тяжестью креста Причем Симон Кириньянин не помогает ему А лишь едва касается креста Стражник, одетый в красный камзу, бьет его кнутом У другого стражника на щите изображена жаба Символ сатанинского воинства, ереси и походи Сын Божий испытывает не только физические страдания Но и муки душевные От лицезрения человеческого несовершенства Повернутая в профиль голова Христа Четко выделяется на фоне плотной толпы Состоящей из злорадных зевак и гримасничающих воинов Композиции Боск значительно усиливает роль окружающих Христа Отрицательных персонажей Выдвигая на передний план изображение разбойников Два разбойника, которые, согласно Евангелию от Матфея Были распяты вместе с Иисусом Изображены на переднем нижнем плане Справа священник исповедует благочестивого разбойника Крест его сделан из ствола высокого дерева А нераскаившийся разбойник в нижнем левом углу картины Крест лежит у его ног А он ищет глазами место своей казни на Голгофе Он, как и странник в возе сена, изображен в драной одежде С одним открытым коленом и в одном башмаке Фигура в красном одеянии и черном колпаке на переднем плане слева Предположительно является автопортретом Босха На медальоне на обратной стороне доски голенький младенец Иисус с вертушкой и ходунком на колесиках Делает первые неуверенные шаги, которые в конце концов приведут его на Голгофу Это круглое, около 28 см в диаметре, монохромное грязалевое изображение Исследователи по-разному объясняли его появление Кто-то считал, что это изображение Христа в детстве Кто-то, что это символ детства в целом Вполне вероятно, представляется, что здесь за основу взят образ одного из величайших апостольских мужей христианской церкви Игнатия Антиохийского, богоносца Согласно преданию, он был тем ребенком, которого призвал Христос Поставил его посреди своих учеников и сказал Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3 Субтитры создавал DimaTorzok